Репетицией решающего этапа стала трехматчевая домашняя серия, в которой арчане все внимание уделили отработке игры в обороне. За три встречи было забито всего четыре шайбы, причем одна из них пустые ворота. Уральцы с футболным счетом 0-1 уступили Иштали и Торосу и выиграли 2-0 у Молота. Давно обеспечив себе место в плей-офф, арчане получили в соперники по 1-8 финала, ставший 10-м Альметьевский нефтяник. Стартовые встречи дома 1 и 2 марта. Баскетболистки Надежды в очередной раз не смогли обыграть УГМК. Слишком силен лучший клуб России и Европы. В матче премьер-лиги после первой четверти чемпионки страны были впереди плюс 7, но наши без боя сдаваться не собирались, во втором и третьем периодах сыграв практически на равных. Лишь в заключительном отрезке УГМК был явно сильнее 24-11. В итоге Екатеринбурженки праздновали победу 91-69. Но Надежда сохранила за собой вторую строчку турнирной таблицы, а ближайший матч проведет 3 марта в Красноярске с Енисеем. Кстати, Енисей – прямой конкурент нашего волейбольного нефтяника в чемпионате высшей лиги. Клубы делят второе-третье места, имея на счету по 65 очков. В 15-м туре оренбуржцы увереннейшим образом разобрались с Воронежским кристаллом 3-0-3-0, а красноярцы в борьбе справились с питерскими динамовцами, отодвинуть всех на четвертую строчку таблицы. В ближайшем туре нефтяники сыграют в гостях у Одинцовской искры. Анатолий Евгенич, Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова